Продолжение следует... 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 татьяна вас не видно почему-то меня вообще видео нет а вот вы появились теперь только хорошо вы похожи поближе поближе а вот я думаю из-за фона который у вас искусственный у вас размазывается паспорта сейчас я попробую отключить да видно сейчас сейчас хорошо видно все итак и так добрый день мы ползаем и чтен диссерационного совета сегодня мы работаем в зорочном формате прошу всех членов диссерсовета включить камеры обязательно я просто не у всех вижу пока камеры пожалуйста все члены диссерсовета включите камеры утвержденный состав диссерационного совета пдс 0 2 2 0 0 0 1 15 человек присутствует 12 человек в том числе 4 доктора по профилю рассматривания диссертации сейчас анастасия вячеславовна поименно просит всех членов совета о присутствии прошу анастасия вячеславовна когда мне сказку о которой не слышали прошу прощения так севастьянов леонид антонович за здесь кулябов димитова я здесь боголёбов александр беда мака юль васильевна здесь дружинина ольга валентиновна здесь евгений борисович ланеев слышно так михаил дмитриевич малыш здесь так орлов юрий николаевич есть рыбаков юрий петрович юрий петрович здесь включите микрофон и камеру юрий петрович ничего делаем юрий петрович а барахлит интернет но он со мной говорит может сказать он присутствует итак на повестке дня защита диссертации рыковой татьяны владимировны на анализ показатели эффективности распределения ресурсов в мобильных сетях с помощью двух разных систем массового обслуживания пожалуйста звук отключить своих диссертации опубликованной соиска ничего на степени кандидата физико-математических наук по специальности 05 1317 теоретические основы информатики научный руководитель доктор технических наук профессор заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятностей руден самула в константин евгений есть ли возражение по провестке дня если возражения нет то приступаем к рассмотрению диссертации работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности руден официальные оппоненты доктор физико-математических наук орлов юрий николаевич доктор физико-математических наук зефман александр израевич кандидат физико-математических наук семенова ольга валерьевна слово для оглашения документов имеющихся в деле соискателя предоставляется ученому сектору совета анастасии вячеславной демидовой прошу вас анастасия вячеславна соискатель рыкова татьяна владимировна 1988 года рождения гражданка россии в 2012 году окончила магистратуру в российском университете дружбы народов по направлению прикладная математика информатика 2012 по 2015 года обучалась в аспирантуре руден по программе подготовки научных педагогических кадров по направлению соответствующим научной специальности на 5-12-17 теоретические основы информатики 2021 года прикреплена на кафедры прикладной информатики вероятностей руден по той же специальности для подготовки диссертации в настоящее время работает научно-исследовательском институте фран франгофера генриха герца город берлин германия на должности научного сотрудника диссертация выполнена на кафедре прикладной информации теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук федерального государственного установленного образовательного учреждения высшего образования российский университет дружба народов министерства науки и высшего образования российской федерации научный руководитель Самулов Константин Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной информатики, теории вероятностей Российского университета Дружбы Народов. Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения о присуждении ученых степеней в Российском университете Дружбы Народов. Все документы имеются в деле. Бокер вопрос в связи с оглашением документов. Если вопросов нет, то слово предоставляется искателю для доклада. Пожалуйста, у вас 20 минут. Татьяна. Да, большое спасибо. Одну секунду. Видна ли вам моя презентация? Да, начинайте. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги. Я представляю вашему вниманию доклад по результату моей диссертационной работы на тему «Анализ показателей эффективности распределения ресурсов в мобильных сетях с помощью двухфазных систем массового обслуживания» на соискания ученой степени кандидата в физико-математических наук. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности Российского университета «Дружба народов» под руководством доктора технических наук профессора Самуила Константина Евгеньевича. Целью диссертационной работы является построение вероятностных моделей в виде двухфазных систем массового обслуживания в сложной структуре в дискретном времени для анализа показателей эффективности распределения ресурсов беспроводных сетей. Для достижения цели в диссертационной работе разрабатываются задачи, представленные на данном слайде. Из поставленных задач вытекают основные положения, сформулированные на слайде 3, которые фактически соответствуют главам диссертационной работы. Итак, диссертационная работа состоит из введения трех глав заключений и списка литературы. Глава 1 посвящена модели беспроводной гетерогенной сети в виде двухфазных смол в дискретном времени, позволяющая учитывать различные алгоритмы распределения ресурсов между фазами. Разработан пропорционально алгоритм распределения ресурсов с ограничениями. В главе 2 представлена модель двухфазных смол в дискретном времени для решения задачи межуровневой оптимизации. Получено матрично-рекуррентное решение для стационарного распределения цепи Маркова. В главе 3 исследуется модель двухфазных смол в дискретном времени с учетом итеративного моделирования механизма предсказания повторной передачи и механизма обратной связи и формализованной задачи оптимизации. При построении и анализе моделей использовались методы теории массового обслуживания, математической теории телетрафика, что говорит о высокой степени разработанности темы. При этом была использована литература следующих авторов, представленных на слайде 5, которые внесли существенный вклад в теоретические прикладные основы исследования, а также в исследование задачи распределения ресурсов в беспроводных сетях связи. Перейдем к рассмотрению основной части работы. Стандарты беспроводных сетей последующих поколений NGMN, к которым относятся сети 4-го и 5-го поколения, характеризуются развитыми алгоритмами распределения частотно-временных ресурсов для передачи информации в соте между базовой станцией и пользовательской станцией. Вследствие многоэтапности процессов передачи в соте NGMN наиболее приемлемыми для исследования сетей являются многофазные СМО. Однофазные СМО даже при использовании распределения длительности обслуживания фазового типа в случае NGMN не дают возможности учесть сложную структуру сети с промежуточным хранением передаваемой информации. Количество фаз в многофазной СМО рационально принимать равным 2, поскольку каждая фаза чаще всего сама по себе является структурно сложной СМО с непростыми правилами функционирования и дальнейшее увеличение числа фаз резко усложняет формализацию всей системы. Поэтому в диссертации предлагается исследоваться двухфазный СМО конечной емкости в дискретном времени в специальные структуры для анализа показателей эффективности распределения ресурсов. Одним из методов улучшения спектральной эффективности в мобильных сетях NGMN является переход к гетерогенной сети, суть которой заключается в наличии в сети наряду с традиционными базовыми станциями, как показано на рисунке 6, ретрансляционных станций. Перейдем к рассмотрению модели двухфазный СМО в дискретном времени с распределяемыми между фазами приборами. Рассмотрим функционирование модели сот гетерогенной беспроводной сети, состоящей из одной базовой станции и К ретрансляционных станций. Кадр нисходящего канала разбит на S ресурсных блоков. Заявка Катова типа при К равна 0 должна быть передана пользователю, находящемуся в зоне обслуживания базовой станции. При К от 1 до К большого пользователю в зоне обслуживания КАТ и ретрансляционной станции. Структура, предполагаемая СМО, приведена на рисунке номер 2. Функционирование системы рассматривается в дискретном времени, с тактом постоянной длины H, с временной диаграммы последовательности событий, представленной на рисунке 3. Поведение СМО описывается однородной цепью Маркова, над пространством состояний, представленном в формуле номер 1 на данном слайде. Для учета распределения приборов между базовой станцией и ретрансляционными станциями в сети на шаге N введен вектор S-Enter, который задается алгоритмом распределения приборов. В диссертации исследуется 4 алгоритма. Два алгоритма, детерминированные и не зависят от состояния системы, и два вида пропорциональных алгоритмов. Алгоритм с приоритетом для СМО фазы 2, алгоритм А3, и итерационный алгоритм с ограничениями А4, зависящих от состояния системы. Преимуществом алгоритма А4 является возможность ограничения предоставления приборов в фазе 1 для обслуживания К-заявок, для которых не хватает места в буферных накопителях СМО фазы 2. Система уравнения равновесия для рассматривания двухфазной СМО представлена на данном слайде в утверждении 1. Стационарное распределение вероятности находится из формулы 2 и нормировочного условия и позволяет получить формулы для основных вероятностных характеристик. Для получения численных экспериментов был разработан программный комплекс на языке программирования C++, реализующий итерационный метод для расчета стационарных вероятностей распределения. Применение итерационного метода в данном случае рационально вследствие сильно разряженности матрицы переходных вероятностей цепи Маркова и сложности получения матрично-рекуррентного решения из ее многомерности. Значения основных параметров приведены на данном слайде. Численный анализ показал снижение среднего числа потерянных заявок, а также увеличение среднего числа обслуженных заявок СМО для случая предложенного алгоритма А4 – распределения ресурсов благодаря адаптации к изменениям нагрузки трафика. К повышению пропускной способности в сетях с динамически изменяющимся каналом также относится применение принципов межуровневой оптимизации, которые позволяют за счет протокольного взаимодействия обеспечить оптимизированную передачу данных. На рисунке номер 7 представлена схема передачи видеоинформации на базе технологии динамического адаптивного потокового HTTP вещания, где приведены основные компоненты структуры сети и функции модулей. Согласно технологии Dash, пользователи контролируют адаптацию видеоконтента за счет выбора следующего сегмента на основе измеренного состояния канала и передачи Dash-запроса на сервер по протоколу HTTP. На ряду с механизмом Dash на рисунке 7 также приведен другой пример межуровневой оптимизации, а именно выбор схемы модуляции и кодирования базовой станции на основе полученной от пользователя информации о состоянии канала. Данная задача приводит к необходимости исследования системы массового обслуживания с поступающим потоком и длительностью обслуживания, которые могут изменяться во времени в зависимости от состояния канала в соте. Рассмотрим функционирование сот и сети NGMN, в которой происходит передача видео по протоколу HTTP от базовой станции к одному пользователю. На рисунке 8 показана структура, рассматриваемая двухфазный смог, где на первой фазе моделируется процесс видеопередачи на базе технологии Dash от базовой станции к одному пользователю, а на второй фазе рассматривается процесс видеодекодирования на терминале. Временная диаграмма последовательности событий в СМО представлена на рисунке 9. В каждом временном интервале пользователь производит измерение качества канала и передает квантованные значения отношений сигнал-шум на базовую станцию. Учитывая, что оба сообщения, запрос следующего сегмента и данная квантованная информация содержат коррелированную информацию о состоянии канала, будем рассматривать в модели передачу только сообщения S. Изменения перемен S в общем случае моделируются с помощью графа вероятности перехода. Межуровневая оптимизация обеспечивается за счет изменения интенсивности поступающего потока S и обслуживания на первой фазе B1S в зависимости от состояния качества канала S в данном такте. В диссертации была произведена декомпозиция системы, так как функционирование первой фазы и изменение состояния S не зависят от функционирования второй фазы. Был проведен анализ первой фазы с учетом изменения индикатора S, результатом которого стало нахождение стационарного распределения P, состояние числа заявок на первой фазе и состояние индикатора качества канала, представленное в пункте 1, утверждение 2. Более того, был проведен анализ второй фазы с учетом найденного стационарного распределения на первой фазе и соответственно входящего потока на вторую фазу. В результате найдено стационарное распределение G, состояние числа заявок на второй фазе, представленное в уравнении 9 в пункте 2, утверждение 3. Стационарное распределение двухфазной модели имеет мультипликативный вид и вычисляется последовательно на основе полученных распределений для первой и второй фаз соответственно. На данном слайде в формулах 11.13 представлены некоторые вероятностные характеристики. Для проведения численных экспериментов было разработано программное обеспечение на языке программирования MATLAB. Как уже было упомянуто, выбор вероятностей B1 от S обслуживания на первой фазе зависит от пересылаемого пользователем сообщения S. Определим вектор вероятности обслуживания функциональной зависимостью от параметра гамма, представленного под рисуночной подписью на рисунке 10. Гамма – параметр управляющей формой кривой B1. Очевидно, вероятность обслуживания B1 от S увеличивается с ростом значения индикатора качества канала S, однако вектор вероятности обслуживания может быть представлен множеством вариантов возрастающего поведения, как показано на рисунке 10, что обусловлено изменением параметров схемы модуляции кодирования и числа выделенных пользователю ресурсных блоков. В таблице 1 представлено значение основных параметров, используемых в численном эксперименте. В ходе анализа рассматриваются два сценария передачи видео в сети ЛТЕ – городской и сельской местности. Как видно из рисунка 11 и 12, в случае, когда вектор вероятности обслуживания принимает значение гамма меньше единицы, вероятность потери для сценариев с городской местностью и сельской местностью не превышает 0.01, что считается приемлемым в сети ЛТЕ. Отметим, что при увеличении параметра гамма – гамма больше 1 – вектор вероятности обслуживания заявок характеризуется очень медленным ростом, что приводит к увеличению вероятности потерь заявок. Это более характерно для случаев сельской местности и плохих состояний канала – S меньше 7 и обусловлено более длительным пребыванием в данных состояниях. Несмотря на высокий потенциал мобильных сетей пятого поколения, согласно последнему релизу стандарта 5G, до сих пор существует ряд нерешенных задач по обеспечению требуемой низкой задержки. Одной из стратегий по уменьшению задержки является усовершенствование механизма обратной связи для гибридного автоматического запроса на повторение HARC путем предсказания результата декодирования уже по частично полученным кодовым словам, что позволяет значительно сократить временной интервал между процессами первоначальной и повторной передачи. Сравнительная временная диаграмма двух примеров с разной длиной полученных кодов, равной 3 и 4 OFDM-символам, соответственно, при неизменной длине сообщения, которая равна 6 OFDM-символам, приведена на рисунке 14. При этом в первом случае имеется возможность раньше переслать сообщение предиктора и, соответственно, раньше начать процесс ретрансляции. Рассмотрим функционирование сотосети 5G, которое происходит в передаче пакета от базовой станции к одному пользователю. На рисунке 15 показана структура, рассматриваемая двухфазный смол. При этом процесс прогнозирования происходит на первой фазе, в то время как обработка пакета на базе традиционного механизма обратной связи ХАРК, на второй. Данное смол позволяет промоделировать процедуры параллельно работы механизма предсказания и механизма обратной связи без предсказания, отдавая при этом приоритет решениям традиционного протокола ХАРК по избежанию лишних ретрансляций. Поведение смол описывается однородной цепью Маркова над пространством в состоянии, представленной формулой 14-16. Следует отметить, что смол, моделирующий подобные процессы в дискретном времени, достаточно слажены в определении пространства в состоянии. Однако поиск стационарного распределения не представляет труда и может быть найдена система уравнения равновесия и нормировочного условия решением алгебраических уравнений. Крафт вероятности переходов между основными состояниями системы представлен на рисунке 16. На базе стационарного распределения модель позволяет получить формулу для основных характеристик, включая ошибки прогнозирования, так называемые false negative и false positive, приведенные на формулах 22-23 на данном слайде. Большинство известных схем предсказания повторной передачи использует фиксированное пороговое значение θ как критерий принятия решения о положительном сообщении или отрицательном. Поэтому выбор данного значения θ существенным образом влияет на эффективность схемы предсказания. В диссертационной работе сформализованы две задачи оптимизации. Первая. Поиск оптимального порогового значения путем решения задачи минимизации целевой функции затрат, представленной в утверждении 4. и поиск оптимальных параметров длины, д и порогового значения для обеспечения эффективной передачи пакета путем решения задачи максимизации выигрыша, получаемого при применении схемы с предсказанием в сравнении схемы без предсказания, приведенной в утверждении номер 5. Для проведения численного анализа на первом этапе были получены вероятности переходов B1, B2 и B3 для первой и второй фаз, соответственно, за счет моделирования канального уровня сети 5G. Также разработан имитационный комплекс для оценки точности аналитической модели, основанной на принципах дискретно-событийного моделирования. Программное обеспечение для двух моделей было разработано на языке программирования Python. По результатам исследования был сделан вывод о совпадении значений вероятностных характеристик для двух исследуемых подходов. Рисунок 18 демонстрирует решение первой задачи оптимизации, то есть функции затрат для различных значений длины, а также временного сдвига относительно окончания передачи D и качество канала отношения сигнал-шум соответствует. Как мы видим из рисунка 18, в плохих канальных условиях имеет смысл принять значение первого весового коэффициента равным 0.8 для того, чтобы снизить ошибку предиктора False Negative. При этом наблюдается смещение локального минимума влево в оси абсцисс с уменьшением веса весового коэффициента 1 при улучшении качества канала. Таким образом, данные значения параметра веса могут быть настроены в соответствии с заданными характеристиками сети. На рисунке 19 приведено решение задачи оптимизации, а именно показан выигрыш среднего времени пребывания в системе схемы с предсказанием относительно системы без предсказания. Как видно из графика, ограничивая вероятность False Positive до 0.1, можно получить выигрыш в 20% при максимальной вероятности ошибки предсказания False Negative равной 0.1. На этом я завершаю изложение основных результатов диссерционной работы. На данном слайде приведена научная новизна исследований, сформулированной в автореферате диссерционной работе. Далее показаны основные результаты диссерционной работы. Степень достоверности также подтверждается научными публикациями. Основные результаты по теме диссерционного исследования изложены в семи печатных работах, из которых две ведущих лицензируемых изданий, рекомендованных в ПАК РФ, и четыре в сборниках материалах конференции, представленных в зарубежных научных изданиях, входящих в скопус. Один российский патент. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо. Будут ли вопросы к соискателю? Да, Ель Васильевна, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. У меня вопрос по второй главе, слайд номер 12. По-моему, там схема была. Да, да, вот эта схема. Не могли бы Вы кратко пояснить, какие потери происходят в этой системе и с какими событиями они связаны? Большое спасибо, Ель Васильевна, за вопрос. Да, действительно. Потери заявки, которые возникают в данном случае в связи с интерференцией, затуханием сигнала, на первой фазе приводят к повторной передаче, как мы видим, с вероятностью Т с чертой от С, умноженная на Д с чертой. В то время как с вероятностью Т с чертой от С, умноженная на Д, это есть вероятность истечения времени действия заявки, что соответствует ситуации по непригодности пакета для видеовоспроизведения по таймауту. Также на рисунке мы видим потери заявок, возникающие в связи с перенаполнением буферного накопителя на первой фазе. Следует отметить, что для второй фазы таких потерь не возникает, так как рассматривается процесс, геометрический закон с опустошением, при котором все заявки, находящиеся в буферном накопителе второй фазы, одновременно обслуживаются с вероятностью B2 от Q2, зависящие от числа Q2 заявок в буферном накопителе второй фазы. Спасибо. Так, Эдуард Сергеевич, еще вопрос, да? Да, у меня есть вопрос, если позволите. По третьей главе, если я правильно помню, это был 17-й слайд. Следующий. Ага, вот. У вас здесь два временных параметра V и T. Поясните, пожалуйста, для чего они здесь используются, оба этих параметра. Большое спасибо, Эдуард Сергеевич, за вопрос. Да, действительно, при построении данной модели используются два временных параметра. Это параметр V, номер временного слота, равного длительности передачи пакета. И, точнее, N OFDM-символом. А также T, номер микрослота, который равен одному OFDM-символу. Так как мы рассматриваем функционирование данной модели с тактом H постоянной длины, который равен длительности одного микрослота, то для корректного описания данной модели недостаточно одного временного параметра и необходимо было ввести оба параметра. Более того, использование обоих параметров позволяет упростить логику математических выражений, дифференциацию между состояниями системы. Понятно, спасибо. Есть еще вопросы к соискателю? Если вопросов нет, тогда мы в качестве технического перерыва сделаем оргминутку. Коллеги, если и дальше будет продолжаться отключение камер у членов ДИС-совета, то это заседание будет считаться недействительным. Это первое. Второе. Данный наш девайс, который MS Teams выводит только 9 видео, поэтому обязательно все должны иметь включенные видеокамеры, чтобы он иногда менял изображение. И третье. Мы сейчас делаем еще раз перекличку членов диссертационного совета по рекомендации данка. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Севастьянов Леонид Антонович. Есть. Самойлов Константин Евгеньевич. Кулябов Дмитрий Сергеевич. Димитова Я здесь. Боголюбов Александр Николаевич. Последний. Юль Васильевна. Ольга Валентиновна. Здесь. Да, у вас тоже видно. Евгений Борисович. У вас не видно. Вы видите, Юль Сергеевич. У меня тут тоже ограничено. Да, да. Слышно. Так. Михаил Дмитриевич, малых. Здесь. Здесь. так, рыбаков Юрий Петрович. Проблемы. Да, у Петрович проблемы с видео, наверное. И вы в собрании. У нас Юрий Петрович есть, если получится, он подключится. У него с интернетом, я могу по мобильному с ним связаться. Ну, он должен подключиться именно к собранию. И надо попросить, чтобы он все-таки постарался это сделать. Продолжайте. И Степанов Сергей Николаевич. Я буду. Да, хорошо, тогда продолжим. Пожалуйста, плохо слышно. Я ее, я давно знаю, Татьяну Владимировну, она у нас учится с бакалавриата, училась в аспирантуре. Вот, она состоявшаяся, как вы видите, по докладу научный сотрудник. Она училась в аспирантуре в Рудене, потом был перерыв. Она работала в университете Тампере, сейчас она работает в институте научно-исследовательском Германии, в Берлине. Не прерывала никогда научные исследования, поддерживала публикации, ну и работала при этом, вообще говоря, по основным публикациям, по теме диссертации и по методам, которые она нам сейчас представляла в своем докладе. Вот, ну вот сейчас Татьяна вышла на защиту, год назад прикрепилась, то, что потребовалось прикрепиться опять в качестве соискателя в кафедре. Вот сейчас мы с ней завершили этот этап и вышли на защиту, ну, которую я считаю, что она сейчас достойно весьма представляет. Ну, то, что касается ее работы, она комментировала, опять я скажу, с точки зрения школы профессора Башарина у нас, мы занимались дискретными системами массового обслуживания, занимался, ну, вообще говоря, это семейное дело. И Фимушкин Владимир Александрович, отец Татьяны, ученик Герри Павловича, теперь Татьяна занимается. А суть работы состоит в том, что дискретные системы массового обслуживания, ну, вообще говоря, есть способ описания модели цепи Маркова дискретной, довольно сложной. И при этом дает возможность адекватно описывать дискретную техническую систему. То есть в этом состоит основная часть работы, да, вот она про это говорила, но вот это я подчеркиваю. После этого, когда эта цепь Маркова построена, наступает технический этап, собственно говоря, решения ее стационарного распределения, но потом, вообще говоря, наступает этап вычисления характеристик. Тоже может быть непростой, требуется в ряде случаев привлечение имитационное моделирование. Если модель слишком сложна, ну, вот у нее сложная модель, они состоят из двух частей, каждая часть описывает соответствующую компоненту технической системы, ну, в данном случае сети радиодоступа новых поколений, которые она исследует. Когда слишком сложно, требуется декомпозиция, она тоже это делает. Когда требуется, необходимо, применяется метод Монте-Карло. Ну, вы обратили внимание, например, что человек свободно владеет не только языками иностранными, но на трех фактически языках программировала все свои системы. Вот что я тоже отношу к ее заслугам. Ну, Татьяну давно знают на кафедре. Высокое они мнение, это состоявшийся научный сотрудник, вот который теперь вышел на защиту, работая в Германии, и там востребована наша диссертация. То есть наши ученые степени там приветствуются, скажем так, когда в России получают ученые степени, особенно по физико-математическим наукам. То есть это вклад в ее дальнейшее развитие, она поддерживает с нами связи. Вот, и я считаю, что очень достойная и кандидат для нас, достойная работа, и прошу коллег поддержать эту работу. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, я закончу. Большое спасибо, Константин Евгеньевич. Есть ли вопросы к Константину Евгеньевичу? Есть ли вопросы? Нет. Если вопросов нет, тогда слово для оглашения отзывов, полученных диссертацией и автореферат, предоставляется ученым эксцентрированию совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Анастасия Вячеславовна, прошу вас. В деле имеется заключение организации Федерального государственно-автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета Дружбы по народу, принятое на заседании кафедры прикладной информатики, теории вероятности, факультет физико-математических и естественных наук, где была выполнена диссертация. Содержание заключения положительное. Кроме того, в совет поступило три отзыва на автореферат. Все отзывы положительные. Если члены совета не возражают, я отзывы полностью зачитывать не буду, сделаю лишь их обзор. Да, пожалуйста. Первый положительный отзыв поступил от Соколова Николая Александровича, директора по науке ООО «Протеи-Эстет», доктора технических наук, старшего научного сотрудника. В отзыве отмечена актуальность исследований дана краткая характеристика диссертации. Отзыв содержит следующее замечание. Во второй эфирате следовало бы более подробно изложить результаты численного анализа первой главы. Второй положительный отзыв поступил от Разумчика Ростислава Валерьевича, ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра информатики управления РАН, кандидата физико-математических наук, доцент. В отзыве перечислены актуальные задачи, решаемые в диссертационном исследовании, отмечена новизна, проведенного автором исследований. Кроме того, отзыв содержит замечание об отсутствии формулы вероятностно-временной характеристики среднего времени пребывания в системе, для которой приведен график на странице 16. Третий положительный отзыв поступил от Докучаева Владимира Анатольевича, заведующего кафедрой сетевые информационные технологии и сервисы Московского технического университета связи и информатики, доктора технических наук, профессора. Отзыв содержит краткую характеристику автореферата, указана новизна предлагаемых моделей для исследования мобильных сетей. Отзыв содержит следующее замечание. В автореферате подробно изложен предложенный алгоритм распределения ресурсов между системами массового услуживания первой и второй фазы. Пропорциональные с ограничениями следовало бы более детально изложить, в чем его отличие от других алгоритмов распределения ресурсов, просмотренных в диссертации. Все. Большое спасибо. Слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах на автореферат, предоставляется соискателю. Большое спасибо за сделанные замечания. Я бы хотела откомментировать замечания Владимира Анатольевича Докучаева и дать следующее пояснение по поводу различия в алгоритмах исследованных диссертаций. Именно алгоритмы А1 и А2 детерминированы, не зависят от состояния системы, а значит, не учитывают изменения объемов трафика в гетерогенной сети и приводят к снижению ее пропускной способности. Отличием алгоритма А1 от А2 является выделение алгоритмом А1 меньшего числа ресурсных блоков на базовую станцию. Также, как уже говорилось в презентации, в диссертации следуются два вида пропорциональных алгоритмов. Пропорциональный алгоритм с приоритетом для СМО фазы 2, А3 и итерационный алгоритм с ограничениями А4, зависящих от состояния системы. И особенностью алгоритма А4, в отличие от алгоритма А3, является выделение базовой станции на обслуживание К-заявок группы ресурсных блоков объема, который не приводит к потерям на буферных накопителях ретрансляционных станций. Я полностью согласна с замечаниями Соколова Николая Александровича и разумчика Ростислава Валерьевича и не имею дальнейших комментариев. Спасибо. Есть ли вопросы к соискателю по ответам на замечания? Если вопросов нет, то переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Еще раз напоминаю, что оппоненты должны подключить камеру и поднести к лицу паспорт или другое удостоверение личности с фотографией, чтобы мы могли удостовериться в личности оппонента. Слой предоставляется первому оппоненту доктора физико-математических наук Орлова Юрия Николаевича. Юрий Николаевич, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые члены совета, коллеги. Я кратко остановлюсь на определенной новизне работы соискательницы, не повторяя, если позволите, содержание диссертации могу сказать, что в докладе соискательница полностью прошла по всем главам диссертации и в соответствии с полученными результатами представила их корректно своей презентацией, равно как и автореферат соответствует содержанию диссертации и оформлен по правилам. Относительно новизны, которая получена в работе, я считаю, что основным результатом является построение новой модели двухфазной системы массового обслуживания в дискретном времени. Вот этот подход, который позволил провести определенную декомпозицию с помощью цепей Маркова в фазе 1 и фазе 2, это определенная находка соискательницы и представляет собой, в общем-то, основной объект ее диссертационного исследования. то, что работа актуальна, это, безусловно, ибо она имеет отношение к активно развивающимся в настоящее время беспроводным сетям 5G и следующего поколения, а актуальность также и практическая значимость связана с тем, что ее результаты включены в учебный образовательный процесс, содержатся в курсах модели для анализа качества сетей подвижной связи, анализ производительности сетей сотовой подвижной связи, которые читают студентам бакалавриата в РУДДН по направлению фундаментальной информатики и информационной технологии. Так что, конечно, работа вполне сформирована и имеет хороший практический выход и приложение. Но, разумеется, каждая работа не свободна от некоторых недостатков, вернее, скажем, не столько недостатков, сколько нет предела совершенства и все может быть улучшено. Ну и я вот укажу некоторые позиции, которые было бы полезно развернуть более подробно в диссертации. Ну вот, в частности, значит, я зачитаю основные замечания. В главе один не рассмотрен случай такого порядка событий в дискретном времени, когда поступление заявок происходит до обслуживания на фазах. И было бы интересно показать, каким образом влияет порядок обслуживания в модели на функционирование системы. В главе два было бы неплохо дать пояснение относительно выбора используемых значений параметров при проведении численных экспериментов и, на мой взгляд, недостаточно подробно проведен анализ поведения полученных графиков в результате вычислительных экспериментов. В главе три рассматривается механизм предсказания повторной передачи и механизм обратной связи для решения задачи снижения задержки передачи пакета в мобильной сети. Следовало бы также привести структурную диаграмму, включающую конкретные этапы процесса передачи и приема пакета, а также было бы хорошо указать, где именно на приемно-передающей стороне происходит предсказание обратной связи и конфигурации параметров предсказания за счет оптимизации. Также в главе три предложена модель, которая по результатам численного эксперимента в определенной степени повышает точность механизма предсказания повторной передачи, ну и желательно, чтобы изменения вычислительной сложности, вызванные применением этой модели были бы проанализированы. Ну, конечно, это некоторые такие уточнения к диссертационной работе не снижают научную ценность полученных в ней результатов. Ну и в заключении я позволю себе значит прочитать дословно, как оно должно звучать. В целом диссертационные исследования на тему анализ показателей эффективности распределения ресурсов в мобильных сетях с помощью двухфазных систем массового обслуживания является законченной научно-квалификационной работой, содержащей новые решения актуальных задач за счет разработанного метода анализа показателей эффективности мобильных сетей с помощью двухфазных моделей массового обслуживания в дискретном времени, позволяющего дать рекомендации получения известных протоколов, имеющие важное значение для развития теоретических основ информатики. Работа соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней в Федеральном Государственном Автономном Образовательном Учреждении Высшего Образования Российский Университет Дружба Народов А ее автор Рыкова Татьянова Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических основы информатики Большое спасибо Юрий Николаевич Есть ли вопросы к Юрию Николаевичу? Если вопросов нет то слово для ответа официальному оппоненту предоставляется соискателю Пожалуйста Спасибо Согласно со всеми замечаниями Орлова Юрия Николаевича и хотел бы прокомментировать некоторые из них а именно первое и третье замечания Рассмотрение иного порядка событий в дискретном времени в данной модели двухфазной СПО а именно поступление заявок до обслуживания на фазах привело бы к повышению потерь заявок которым бы не хватило места ожидания в буферных накопителях первой фазы Обслуживание в таком случае на приборах двухфаз ретрансляционных станций и базовой станции привело бы к освобождению места буферным накопителем и это бы стало последним активным событием данного временного такта В работе рассматриваются сценарии при котором происходит сначала обслуживание на приборах двухфаз после чего поступают уже заявки ориентированные сначала на ретрансляционные станции во вторую фазу и потом новые заявки на базовую станцию после этого происходит перераспределение приборов которые являются последним активным событием которые позволяют учесть при обслуживании все заявки сформированы все объемы заявок разных типов уже сформированы в буферном накопителе первой и второй фазы по поводу третьего замечания хотела бы заметить что предсказание обратной связи и конфигурация параметров предсказания за счет решения как было показано диссертации задачи оптимизации происходит на приемной стороне при проведении процедуры канального декодирования при этом схема раннего предсказания позволяет начать принятие решения уже по частично полученным кодовым словам и с учетом найденных оптимальных параметров в результате решения задачи оптимизации которые могут быть использованы как исходные данные для данной схемы предсказаний все это дает возможность снизить задержку при передаче букета пользователю на этом мой ответ оппоненту завершен большое спасибо удовлетворен ли официальный оппонент ответами свискателю спасибо татьяна отключайтесь на время пока когда ответили отключайте камеру чтобы мы других видели слово предоставляется второму оппоненту доктору физико-математических наук зейфману Александру Израильевичу пожалуйста Александру Израильевичу мне вначале надо показаться наверное и паспорт показать спасибо Александр Израильевич все пошло правильно слышно да все хорошо слышно значит первый пункт актуальности его диссертационной работы в настоящее время учитывая ограниченность радиоресурсов возникновение ошибок в результате интерференции высокие требования пользователей предоставляемых услугам мобильных сети 5G задачи повышения пропускной способности сети снижения задержки передачи пакета на пользовательскую станцию относится к первостепенным просматриваемой работе предлагаются исследуются двухфазные системы конечной емкости в диссертном времени специальной структуры для анализа показателей эффективности распределения ресурсов беспроводных сетях для решения упорянутых выше задач сетях следует отметить при этом что работы посвященные исследованию СМО сложной структуры в диссертном режиме практически отсутствуют в связи с вышесказанными научные проблемы отставящиеся и решаемые в диссертации Рыковой Татьяны Владимировны анализ показателей эффективности распределения ресурсов в мобильных сетях с помощью двухфазных систем массового обслуживания несомненно являются актуальными и соответствуют специальности 05.13.12 Характеристика содержания Результат состоит из введения трех главных включений список основных сокращений обозначений в миографии В введении обоснованной актуальность приведет обзор публикаций относящихся к теме исследований сформулирован цель исследований Кратко изложено содержание основные результаты по главам Первая глава работы посвящена задачам моделирования и оценки показателей эффективности обновимых распределения ресурсов В ней предложена модель функционирования сотых гетерогенной мобильной сети состоящей из одной базовой станции и несколько трансляционных станций совместно разделяющих частотновременные ресурсы сотых в виде двухфазной осмол в бескередном времени сложной структуры с двухферным накопителем первой фазы конечной емкостями несколькими накопителями второй фазы также конечной емкости разделяем на каждом такте между двумя фазами ограниченным множеством приборов и неординарным протоком стоявок на первую фазу в основу в виде системы уравнений равновесия выражение для основных вероятност современных характеристик предложен органик пропорционального распределения приборов с ограничениями а также разработан программный комплекс аналитического аналитирования и проведет численный трех алгоритмов распределения ресурсов между фазами во второй фазе предлагается исследоваться двухфазное смозу средного времени с управляемым цепью Маркова ординарным геометрическим поступающим потоком и ординарным обслуживанием на первой фазе и обслуживанием по геометрическому закону сухостошения во второй фазе данное смоу может служить аналитической моделью процесса передачи и дел потока по нисходящему каналу сотой мобильной сети для оценки показателей эффективности распределения ресурсов при решении задачи межуровневой оптимизации повышения промышленной способности сети и качества восприятия видеоподолга на пользовательской станции в главе осуществляется постановка задачи описания основ проводится декомпозиция системы выводится система уравнения равновесия для первой и второй фаз показано что решение для стационарного распределения вероятности данной основы представляется мультипликативно на основе полученных для первой и второй фаз отдела третья глава диссертации посвящена работе модели двухфазной основы в светном времени позволяющей провести оценку среднего времени пребывания заявки в системе путем митеративного моделирования механизмов предсказания повторной передачи механизма обратной связи первая и вторая фаза данной системы обслуживания в бесследное время характеризуется геометрическим поступающим потоком и геометрическим процессом обслуживания в соответствии с найденной системой уравнения системой равновесия для основных вероятностных характеристик проведен численный анализ анализ где на первом этапе были найдены вероятности перехода за счет моделирования анального уровня сети кэши получение реалистичных сочтений для вероятности перехода позволяет использовать данную аналитическую модель как для анализа так и для активизации существующих схем предсказания пунктной передачи далее был разработан имитационный комплекс для проверки конкретности аналитической модели и решена оптимизационная задача поиска оптимальных параметров предсказания а также пороговых значений при которых приблигается наименьшая длительность успешного обслуживания заявки при условии что ошибка предсказания не превышает допустимых значений заключение спимулированы основные результаты доставенности новизма имеющийся в диссертационной работе анализ степени разработанности темы свидетельствуют наличие достоверной информации касающейся предмета исследований достоверность результата подтверждается выбранными методами исследования а именно предпримирование опробированного аппарата теории массового обслуживания теории вероятностей теории мастерских процессов математической теории цивилизии практика теории мастерс инвестиционного моделирования научная новизна работы заключается в исследовании разработанной модели многокутоковой двухфазной СМО в исследовании с групповым поступающим потоком и сложной структурой второй фазы которая состоит из параллельных основу конечной легкости. В отличие от известных моделей, здесь распределение множества приборов между системами первой и второй паз, происходит на каждом пазе дискретного времени. Во втором пазе диспетрационной работы предложена новая модель двухпазная СМО в дискретном времени, разработанная для решения задач международной активизации, положения пропускной способности сети и качества восприятия видеопотока на пользу модельской станции, которые, в отличие от известных, входящие каток и обслуживание на первой пазе управляются цепью Маркова, а на второй пазе применяется обслуживание с опустошением. В научной новизне также относится предложенная модель до указанной СМО в дискретном времени для решения задач снижения задержки передачи пакета на пользовательскую станцию, которая, в отличие от известных моделей, учитывает результаты первоактивного моделирования механизма предсказания повторной передачи механизма обратной степени обоснованности. Научные положения, вынесенные на защиту, обоснованы в тексте диссертации, оправленные предположениями при настроении модель, и строгим использованием математических мероприятий в причисленных расчетах, корректным применением имитационного моделирования при проверке адекватности аналитической модели имитационного моделирования. Достоверность научных выводов утверждается результатами вычислительных экспериментов, приведенных на близких реальным исходным данным. Ценность для науки и практики и результатов работы Периодическая значимость диссертационной работы состоит в создании нового метода анализа показателей эффективности в фрагментах мобильных сетей с помощью двухказных моделей массово обслуживаниями средствами времени, которые позволяют дать рекомендации по улучшению известных протоколов. Например, результаты задачи оптимизации, полученные в третьей главе, могут быть использованы как исходные данные в алгоритме предсказания повторной передачи, что дает возможность снизить задержку при передаче пакета пользователей. Результаты работы включены в исследования по гранту. статистические модели и задачи оптимизации для разработки фотосолнительных технологий, виртуализации и управления ресурсами беспроводных и усилительных сетях и внедрены в учебный процесс. Научно-образовательные курсы, модели для анализа качества сетей подвижной связи и анализ производительности сетей сетей подвижной связи, считаемые студентом бакалаврианом в направлении подготовки на данный исследований. Основные результаты в выводе и рекомендации исследований обрежены в семи публикациях исследований, в том числе две статьи журналов из списка РУДНВАК, четырех статьях, публикованных в изданиях «Лопов Старинск про коллегшин и Скокус» и «Один ТЭП». Результаты исследований докладываются на 11 международных и всероссийских помощных конференциях, и таким образом прошли необходимые абробации. Автореферат полностью соответствует и в достаточной степени отражает основные положения работы. Замечания. Глава 1, стр. 24. В модели принимается длительность обслуживания заявки равной одному такту, следовало бы пояснить детали, в чем выключаются сложности исследования и случайность определения длительности обслуживания. Глава 1, стр. 34. Приследные эксперименты в первой главе проведены лишь для варианта с равными значениями емкости выходных накопителей в системе обслуживания второй фазы и равной невероятности и принадлежности заявки активам передаваемым данным в первую фазу, что сужает число нерадостей. Глава 2, стр. 54. Здесь без доказательства симулировано важное утверждение 2.1, следовало бы привести ее доказательство или алгоритм получения рекурентного представления стационарного распределения вероятности. Глава 3, стр. 77. Видимо, было бы целесообразно более подробно остановиться на вопросе определения размерности пространства состояния модели с учетом важности этого параметра. Глава 3, стр. 94. В таблице 3.3 приведены значения выигрыша в процентах вероятности простоя в системе с предсказанием относительно системы без предсказания. Однако в ней пропущенное значение для отношения сигналов шум 6 дБ и 8 дБ следовало бы объяснить метод для проведения данного эксперимента. В шестом углавлении работы страницы 2 пропущено название 2 дБ и есть и другие мелкие печатки, впрочем, в небольшом количестве. Однако указанные недостатки не снижают научную и практическую ценность полученных в работе результатов. В заключении в диссертации получено новое решение актуальных задач повышения пропускной способности сети и снижения задержки передачи пакета за счет разработанного метода анализа показателей эффективности мобильных сетей с помощью двухклассных моделей массового обслуживания исследований, имеющих важное значение для развития периодических условий автоматики. Работа соответствует всем требованиям, объявляя вам диссертации на снижение ученых в степени кандидата в физику и металлических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 в положении о присуждении ученых в степени. Ученых в степени ИГУДЭ АИО автор Рылькова Татьяна Владимировна заслуживает присуждение ученых в степени кандидата в физику и металлических наук по специальности 2.5.13.7. Теоретические основы и оборудования. Спасибо. Спасибо, Александр Израилевич. Есть ли вопросы к Александру Израилевичу? Если вопросов нет, то слово для ответа официально оппоненту предоставляется искателю. Согласно со всеми замечаниями профессора Зейфмана Александра Израилевича, хотел бы прокомментировать замечание первое. Действительно, в общем случае в СМО обслуживание заявок на первой фазе может описываться случайным законом распределения, например, геометрически. При этом использование случайного закона распределения приведет к увеличению размерности пространства состояний, а также к сильному усложнению структурной модели, даже для геометрического закона распределения длительности обслуживания, что в свою очередь усложнит математическое описание данной СМО. В условиях сложной структуры системы при неординарном неоднородном входящем потоке было принято решение рассматривать детерминированный закон обслуживания заявок с длительностью равной одному такту. На этом мой ответ оппоненту завершен. Удовлетворен для официальный оппонент ответами соискателя. Спасибо. Слово предоставляется третьим оппоненту, кандидату физико-математических наук Семеновой Ольге Валерьевне. Ольга Валерьевна, подключитесь, пожалуйста, и покажите свой документ. Добрый день, уважаемый член Совета. Пожалуйста, паспорт, я понимаю, что виден, да? Теперь мне следует выключить камеру и продолжить в аудиорежиме, правильно я понимаю? Нет, лучше в видеорежиме. Лучше в видеорежиме. Хорошо. Итак, тема диссертационной работы является актуальной, поскольку актуальным является развитие эффективных методов анализа двухфазной системы маслообслуживания с ограниченным буфером и дискретным временем, которые учитывают дискретный характер передаваемых данных и многоэтапность процесса передачи в реальных системах связи с применением различных механизмов управления трафиком и алгоритмов распределения в них ресурсов. Цель диссертационной работы Рыковой и Татьяны Владимировны является построение вероятностных моделей в виде двухфазных систем маслообслуживания сложных структур в дискретном времени для анализа показателей эффективности распределения ресурсов беспроводных сетей. В связи с этим схема диссертации на мой взгляд является весьма актуальной и соответственно в специальности 05.13.17 теоретически основы информатики. Актуальность также подтверждается наличием новых публикаций посвященных теме диссертационной работе. Остановимся подробнее на характеристики содержания диссертационной работы. Работа состоит из введения трех глав приключения и списка литературы. Далее перечислю кратко содержание работы. В первой главе изложена актуальность разработки моделей функционирования СОТ и НГМН в виде двухфазных систем массовообслуживания в дискретном времени, а также исследуется в дискретном времени двухфазная система с неординарным потоком неоднородных заявок и второй фазой более сложной структуры. Вторая фаза состоит из параллельных систем массовообслуживания конечной емкости, число которых соответствует числу типов заявок, и обслуженные на фазе один заявки поступают в систему второй фазы в соответствии со своим типом. При этом множество приборов распределяется между системами первой и второй фаз, причем приборы на первой фазе дополнительно распределяются для обслуживания заявок различных типов. Данная двухфазная система массовообслуживания имеет сложную структуру, следует это отметить, и может использоваться в качестве моделей СОТ и гетерогенной сети НГМН с базовой станцией и несколькими ретрансляционными станциями в целях анализа показателей различных алгоритмов распределения ресурсных блоков между ними с помощью полученных в этой главе вероятностно-временных характеристик функционирования данной рассмотренной системы. А во второй главе исследуется двухфазная система массового обслуживания также с дискретным временем с однолинейными системами конечной емкости на фазах и при этом поступающий поток обслуживания на первой фазе описывается геометрическим распределением, которое управляется цепью Маркова, обслуживание на второй фазе осуществляется с использованием дисциплины с опустошением. Данная система является моделью распределения ресурсов сети LTE на основе межуровневого подхода при передаче видео. Также в главе ставится задача и описывается система массового обслуживания, выводится система уровней равновесия и далее производится ее анализ. Также проводится численный анализ для полученных результатов. Третья глава посвящена исследованию дискретного времени двухфазной системы обслуживания с дискретным временем, однолинейными системами конечной емкости на фазах, при этом поступающий поток и обслуживание на фазах описываются геометрическими распределениями, которые управляются цепью Маркова. Данная система позволяет провести параллельное моделирование механизмов предсказания повторной передачи и механизма обратной связи в сети 5G, а также позволяет повысить эффективность работы механизмов предсказания за счет поиска оптимальных параметров, а именно длинные сообщения, качество предсказания и порогового значения. Достоверность и новизна результатов диссертации. Данные результаты, полученные в диссертационной работе, являются новыми. Их новизна заключается в том, технологический анализ в виде многопотоковой двухфазной системы массового обслуживания с дискретным временем, групповым поступающим потоком, и второй фазой сложной структуры, которая состоит из параллельных систем массового обслуживания конечной емкости, при этом распределение множества приборов между системами первой и второй фаз происходит на каждом такте дискретного времени. Также предложена и исследована модель двухфазной системы массового обслуживания в дискретном времени, разработанная для решения задачи межуровневой оптимизации, повышения пропускной способности сети и качества восприятия видеопотока на пользовательской станции, в которой, в отличие от известных, входящий поток и обслуживание на первой фазе управляется цепью Маркова, а на второй фазе применяется обслуживание с опустошением. Отличие данной модели двухфазной системы в дискретном времени для решения задачи, снижение задержки передачи пакета на пользовательскую станцию, заключается в учете итеративного моделирования механизма предсказания повторной передачи и механизма обратной связи. Достоверность полученных результатов подтверждена строгим использованием апробированных методов тела и маслообслуживания, с вероятностью марковских случайных процессов и численными экспериментами, с использованием имитационного моделирования, проведенных на данных, близких к реальным, которые подтвердили высокую степень адекватности аналитической модели имитационному моделированию. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, заключается в следующем. Научные положения, вынесенные на защиту, подтверждены математически корректными выводами, согласованностью результатов, полученными для моделей двухфазных систем массового обслуживания, полученными в теории массового обслуживания, а также подтверждены экспериментами с применением имитационного моделирования. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных диссертаций, на мой взгляд, является достаточной. Ценность для науки и практики результатов работы. Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии методов анализа показателей эффективности мобильных сетей с помощью двухфазных моделей массового обслуживания с дискретным временем. Из сказанного выше следует значимость полученных результатов для расширения области применения теории массового обслуживания. Результаты работы также имеют и практическую ценность, состоящую в том, что данные методы могут быть применены проектировщиками и операторами сетей при планировании сети радиодоступа для предоставления услуг требуемого качества. Подтверждение опубликования основных результатов. Основные научные результаты обсуждались на научных международных и всероссийских конференциях и семинарах и в достаточной мере представлены в семи публикациях автора в виде двух статей, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАГ, четырех статей, опубликованных в изданиях, индексируемых в вебах Сайенсископус и одном российском патенте. Содержание автореферата соответствует основным положениям изложенных в диссертации. И к вышесказанному я добавлю некоторые замечания по содержанию диссертационной работы. Первое замечание. В главе 1 проведен достаточно подробный исчисленный анализ вероятностно-временных характеристик функционирования системы в зависимости от вероятности поступления группы заявок в систему маслообслуживания. Однако, представляет также интерес поведения данных характеристик при различных схемах распределения прибора в зависимости от изменения других параметров, например, емкости буферного накопителя 8.0. Второе замечание. В главе 2, таблица 2.1 не указывается, по какому случайному закону задаются значения матрицы S для случая городской местности. Замечание 3. В третьей главе проведен анализ двухфазной модели в дискретном времени с учетом только одного пользователя в сети. Также интересно было бы проанализировать, можно ли использовать эту модель и для случая с несколькими пользователями в сети. И последнее, четвертое замечание. В третьей главе с учетом полученных результатов прогнозирования обратной передачи также было бы интересным оценить, каков выигрыш с точки зрения коллективной передачи системы, например, пропускной способности системы, может быть получен и при каких сценариях связи. Следует заметить, что данные недостатки, отмеченные, не снижают общей научной ценности полученных в диссертационной работе результатов, и поэтому я бы хотела сделать следующее заключение. По содержанию, выводам и результатам представленной диссертации является целостной и завершенной научно-исследовательской работой. Диссертационная работа полностью удовлетворяет требованиям, которые предъявляются диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, согласно пункту 2, раздела 2, положения о присуждении ученых степеней федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования российского университета дружбы народов, который утвержден ученым советом РУДМ. А ее автор, Рыкова Татьяна Владимировна, заслуживает в присуждении ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17 теоретические основы информатики. На этом мой отзыв завершен. И, пожалуйста, продолжаем. Спасибо, Ольга Валерьевна. Спасибо. Есть ли вопросы к Ольге Валерьевне? Если вопросов нет, то слово для ответа официально оппоненту предоставляется искателю. Спасибо. Согласно со всеми замечаниями Семеновой Ольги Валерьевны, хотела бы прокомментировать третье замечание. Система массового обслуживания, моделирующая подобные процессы в дискретном времени, как уже упоминалось в диссертации, достаточно сложны в определении пространства состояний. При рассмотрении в главе 3 только одного пользователя пришлось ввести четырехмерное пространство состояний, чтобы учесть параллельную работу двух механизмов. Механизма с предсказанием обратной связи и механизма без предсказаний. Чтобы исследовать случай с несколькими пользователями, необходимо было бы провести моделирование нескольких процессов, что значительно бы усложнило систему и пространство состояний. Поэтому, учитывая значительный объем полученных результатов, для однопользовательского сценария, было бы принято решение оставить вариант с несколькими пользователями для дальнейших исследований. на этом мой ответ оппоненту завершен. Спасибо. Удовлетворение официальный оппонент ответами соискателя? Да, вполне благодарю. Большое спасибо. Можете отключить видео. Татьяна тоже. Теперь переходим к дискуссии. Кто хочет выступить в дискуссии по заслуженной диссертации? Елена Васильевна, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Ну, прежде всего, я скажу о соискательнице. Я ее хорошо знаю со студенческих времен, и Татьяна слушала мои лерки сначала в бакалавриате, но главное в магистратуре она слушала двухсеместровый курс математической теории телетрафика. И Татьяна тогда училась по индивидуальному плану, она показала, меня породила тогда своей степенью самостоятельности и блестяще сдавала домашние задания, и по результатам курса я ей тогда поставила самую высокую оценку. Сильная, трудолюбивая, амбициозная, целеустремленная, успешная. Вот, что я могу сказать у Татьяне. Теперь о работе. Работа мне понравилась. В первую очередь, она мне понравилась своей актуальностью, потому что сети пятого поколения и сети 20-30, в которых сейчас движутся операторы, являются гетерогенными. И с точки зрения технологий передачи данных и здесь и на сети радиодоступа RadioAccess Network, и на порной сети Core Network. Гетерогенные также они с точки зрения предоставления услуг, и тех потоков трафика, которые вызываются этими услугами. и задачи, которые мы видели здесь в диссертации, это эффективное распределение радиоресурсов между основной базовой станцией сотой и несколькими ретрансляционными станциями, моделирование межуровневой оптимизации, cross-layer optimization. Все эти задачи сейчас сегодня актуальны. Ну, отдельно отмечу, что решения задачи доведены до алгоритмов, это очень важно для практических применений. Но особенно мне понравилось то, что в работе используется математический аппарат вероятностного моделирования в дискретном времени. И применительно к телекоммуникациям этот математический аппарат применялся в школе математической теории телетрафика профессора Башариным и его учениками. Это были 80-е годы прошлого века. Я рада, что эти работы я посмотрела. Ссылки на них есть в диссертации. Эти работы были развиты в представленной работе. И мы видели это и по докладу, и по тексту автореферата и диссертации. Мы видим высокий уровень, высокую квалификацию соискателей. У Татьяны публикации достаточно высокого уровня. Это две работы в журналах из списка дан КРУДФ. А вот из тех четырех работ, которые она показала нам, как работают в списке вас научных знаний. Последняя публикация в журнале Математикс это Web of Science Q1. Первое. Поэтому я считаю, что соискатель, несомненно, я буду уставать и смело рекомендую членам Совета поддержать это. в Большое спасибо, Елена Васильевна. Есть ли еще кто желающий выступить? Если больше желающих нету, то мы предоставляем соискателю заключительное слово. Татьяна, пожалуйста. Небольшое спасибо. Позвольте выразить благодарность тем, кто принял участие в организации дистанционной защиты и обсуждении моей диссертации. В первую очередь я хочу искренне поблагодарить моего научного руководителя, доктора технических наук, профессора Самула Константиновича за помощь на всех этапах выполнения диссертации, за ценные профессиональные советы, наставления и своевременные консультации. Я выражаю признательность и благодарность председателю диссертационного совета Леониду Антоновичу Севастьянову и ученому-секретарю Анастасии Вячеславовне Демитовой за большую помощь в подготовке необходимых материалов к защите ее организации. Также разрешите выразить признательность официальным оппонентам доктору физико-математических наук Юрию Николаевичу Орлову, доктору физико-математических наук Александру Израилевичу Зейфману и кандидату физико-математических наук Ольге Валерьевне Семеновой за высококвалифицированные и объективные отзывы, которые позволили выявить недостатки и глубже понять значение выполненной мной работы. Я от душе благодарна Российскому университету дружбы народов, кафедре прикладной информатики и теории вероятностей и ее сотрудникам за внимание, оказанное моей научной работе. Также я благодарна доктору технических наук, почетному профессору Миколаевской работы за приобщение меня к научной работе, а также доктору физико-математических наук Юлии Васильевны Гадамаки за профессионализм, доброжелательность, оперативную коммуникацию. Также я бы хотела выразить огромную признательность моему отцу, кандидату физико-математических наук Владимиру Александровичу Ефимушкину, за неоценимую поддержку во время подготовки диссертации, за его пример высококвалифицированной научной работы, которая во многом повлияла на выбор моей профессиональной деятельности. В заключение хотелось бы выразить искренне признательность всем присутствующим здесь. Большое спасибо. Большое спасибо. Так, Татьяна можете выключиться. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе. Гайдамак Юлия Васильевна, Малых Михаил Дмитриевич, Дружинина Ольга Валентиновна. Возражения есть? Если нет возражений, то ставлю на открытое голосование. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Назови его, он вроде подключился обратно. Севастьянов Леонид Антонович За. Самойлов Константин За. Кулябов Дмитрий За. Демидова Я За. Александр Николаевич За. Юль Васильевна За. Ольга Валентиновна За. Евгений Борисович За. Михаил Дмитриевич За. Юрий Петрович За. Юрий Петрович И Сергей Николаевич Степанов За. Большое спасибо. Принимается единогласно. Объявляем перерыв для тайного голосования. Точно так же вам пришли ссылки. Пожалуйста, проголосуйте. Дякую. Точно. Дякую. 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 Присоединение. За. Дякую. 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 Точно. Уже. Редактор субтитров. Продолжение следует... 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 Ну, видимо, один бюллетень недействителен... Один бюллетень недействителен... Да, большое спасибо... Кто за... Значит... Кто за утверждение протокола счетной комиссии, прошу голосовать... Пожалуйста, поименно... Будьте любезны, Анастасия Вячеславовна... Леонид Антонович... За... Михаил Дмитриевич... За... Сергей Николаевич... За... 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 Юрий Николаевич... За... Юрий Петрович... Нету... Сергей Николаевич... Да... Большое спасибо... Заключение принимается единогласно... Таким образом... Диссертационный совет установил... Что диссертация... На соискании ученой степени кандидата физико-математических наук... Представленная Рыковой Татьяной Владимировной... Является научно-квалификационной работой... В которой содержится решение актуальной научной проблемы... Построения вероятностных моделей... В виде двухфазных систем массового обслуживания сложной структуры... В дискретном времени для анализа показателей эффективности... Распределения ресурсов беспроводных сетей... Работа отвечает всем требованиям к диссертациям... На соискании ученой степени кандидата физико-математических наук... По специальности 05.13.17... Теоретические основы информатики... Согласно пункту 2.2 раздела 2... Положение присуждения ученых степеней... В Федеральном государственно-автономном образовательном учреждении... Высшего образования... Российский университет дружбы народов... Утвержденный ученым советом РУДН... Протокол номер 12.23.09.2019... На основании тайного голосования... Рыковой Татьяне Владимировне... Присуждается ученая степень... Кандидата физико-математических наук... По специальности 05.13.17... Теоретические основы информатики... Есть ли у присутствующих замечания... К поведению заседания? Нет. Разрешите поздравить Татьяну Владимировну... С успешной защитой диссертации... Повестка дня текущего заседания исчерпана... Я с Вашего позволения... Отключаю видеозапись... Спасибо, Дмитрий Сергеевич... Олимали для всех субов может измеряться...